ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Привет! С вами Наталья Кочеткова. Сегодня нас ждут истории, которые начинались как очень грустные, а закончатся как очень счастливые. В программе... ПОЧИТАЙКА! Когда произошло что-то печальное, плохое или неприятное, не заметить этого невозможно, правда же? Нельзя не заметить, что кто-то рядом упал и разбил коленку, или плачет, потому что его обидели, или грустит, потому что ему одиноко. Но если одно и то же происходит каждый день изо дня в день на протяжении долгого времени, то это перестает восприниматься как что-то необычное, и человек больше не обращает на это внимания. Ему начинает казаться, что это явление в порядке вещей. Так и произошло с месье Анри. Каждый свой день он проводил на одной и той же автобусной остановке. Он сидел там летом, осенью, зимой и весной, в жару и мороз, солнце и непогоду. Он делал так потому, что был совершенно один. У него не было ни родных, ни друзей. Ему просто некуда и не к кому было пойти. Поэтому он сидел на автобусной остановке. Вроде среди людей, но при этом совершенно один. В результате водители автобусов привыкли к нему и перестали его замечать. Как и пассажиры, которые каждый день следовали одним и тем же маршрутам. Месье Анри стал для них всех невидимкой. Трудно сказать, чем бы закончилась эта история, если бы в один прекрасный день на ту же остановку не прибрел еще один одинокий страдалец. Только он был не человеком, а слоном. Точнее, слоненком. Согласитесь, слоны по городским улицам просто так не гуляют. Это странно. И месье Анри решил, что слоненок потерялся и нужно помочь ему вернуться домой. Чем закончатся поиски и вообще, что выйдет из всей этой истории, я вам, конечно, не скажу. Лучше сами прочтите книгу Натали Вис и Жульет Лагранж, которая называется «Автобусная остановка». А заодно попробуйте внимательнее смотреть вокруг себя. Вдруг кому-то нужна ваша помощь и поддержка, а вы просто этого не замечали. Возрастная маркировка издания 0+. Мы говорим море не только, когда имеем в виду большой водоем с соленой водой, но и когда хотим подчеркнуть, что чего-то очень много. Море цветов на лугах, море яблок в саду, море конфет в кондитерском отделе. А еще можно наплакать море слез, если кому-то очень-очень грустно. И утонуть в печали тоже можно. Все эти метафоры и легли в основу книги Хелен Келлок, которая так и называется «В далекое море». В море печали уплывает девочка Лара, когда скучает по своей любимой бабушке. Она вспоминает, как они ходили на пляж, как от бабушки пахло земляникой, перебирает в памяти вещи, которые их окружали. И девочке становится еще грустнее. И скоро Ларе кажется, что она наплакала уже целое море, и вода уносит ее куда-то далеко за горизонт. Но любое плавание – это ведь путешествие. А путешествие – это новый опыт, новые приключения, новые знания о себе и мире. А значит, даже такое плавание, которое началось как самое грустное мероприятие на свете, обязательно обернется утешением, покоем и, в конечном счете, счастьем. А вот как это произойдет, вы узнаете, когда прочтете книгу Хелен Келлок «В далекое море». Возрастная маркировка 0+. Итак, я вам сегодня рассказала о книгах Натали Вис и Жульет Лагранж «Автобусная остановка» и Хелен Келлок «В далекое море». Послушать программу можно также на сайте детского радио дети.fm.ru в разделе «Почитайка». Приятного вам чтения и до новых книжных встреч! Почитай-ка!